у нас гости которая приходит уходит приходит уходит и у нас еще предпоследний день этого года а у вас дети собираются испечь что-то вкусное рулет испекают а я что делаю стыдно признаться нормальные люди наверное 30 декабря на кухне просто крутятся вертятся то готовят это пекут а я вот ничего не хочу делать может быть если кофе выпью о не надо что-то открыть мне посылки пришли может быть кофе вдохновит особенно если кофе поставит он самый который не слышит что я говорю как будто но услышит ничего сейчас дети уже начинают почти ждут шефа главного шефа пришел шеф и келяр на к ему сказали 4 баклажана посмотрим хотя купил ровные красивые проверяем точки и точки на месте знаете да баклажаны баклажана должна быть . они длинная такая точка молодец а он будет нашим покупателем баклажанов если не . то есть длинная такая полоска там очень много семенов семян семёнова очень много там хорошо я на новый год как обычные люди не не готовлюсь то есть если дети это нельзя зачем готовить гости здесь только по звонку приходят если придут быстро что-нибудь знайте нам нужно всего лишь три-четыре часа чтобы для гостей даже меньше четыре что-нибудь свеже приготовить так что готов но обязательно готовлю этот салат такие роллы и баклажановые пасуть стол масс тела и блинчики дети очень любят сделаю если дочка захочет ей вегатские сделаю но пока говорить не хочу не хочу а я грибы уже купила гриб с грибами из строфу делаю если не захочет может быть маленькую порцию жулина сделаю для себя и мужа ты любишь жулина любишь уже не помню столько лет не делала но по-моему любишь там просто готовлю без каких-то что еще готовлю еще очень спать хочется уже три дня я себя ловлю на том что спать хочется днем мне очень жалко время я не сплю если ноги меня не потянут к дивану я туда не пойду но в эти три дня что-то странное происходит это не важно а важно то что арам джан сейчас от тебя кофе ждет народ для меня кофе будет кофе быть кофе поставил одно с пенкой другое без пенки что с ним творится я не знаю что-то не то с этим человеком окей тарелок не надо крутить не будем коротить имею ввиду моя мама всегда пила и очень серьезным видом так прокручивала чтобы это гусь как бы прокрутилась и потом ждала пока присохнет чуточку и так брала с профи с профессиональным взглядом так смотрела минут три-четыре но не три-четыре минутку смотрела очень серьезно и уже знала что будет шучу конечно но навсегда это дело я тоже делаю сейчас уже лишнюю посуду мыть на анген тебе шоколадкой угощаю пусть будет у телефон принесу несколько вопросов увидела вчера пошапились пошапились забыли ковер купить я по комментариям узнала муж говорит а я когда монтировал увидел что ковер забыли упали осталось не то что не только многолюдно было в куску но и такой дешелый как будто стрессовый воздух был такой был воздух все позабыли но там икра пришла мы с мужем опять стыдно признаться за три дня сели полкилограмма полкилограмма говорю 400 с чем-то граммов икры стыдно да но очень быстро селась до нового года не осталось я еще заказала но в этот раз заказала премиум грейд самые хорошие думаю посмотрим проверим не беспокойтесь откроем сначала кто здесь мокрот поставил я сапожки для моей свитровой купила посмотрим вязаные хорошие у меня такие были о хорошие очень давайте одену попробуем сойдет она размер седьмой одевает я я тоже седьмой одевала после детей ноги так расширились не знаю что произошло с моими ногами муж говорит ты как будто уже этот сапога дело кстати у меня сейчас к удивлению всем одинаковые носки окей так что не говорите как очень даже хорошо подходит это себя оставлю я ничего не пошлю поверили вы очень хорошие очень прелестные баровма шесть свекров чан баровма шесть это носите на здоровье говорю очень хорошие значит так арам джон пьем кофе заряжаемся хотела несколько вопросов по моему скриншот сделала не успеваю сердечко тьфе быстро быстро кофе выпил я наивная когда в америку приезжала думала там даже муравьев наверно нету а здесь все есть дорогие друзья товарищи надо быть осторожным очень много сверчков не говорили это не сверчки но они журчат как сверчки эти прыгают и звук такой знаете какой их очень много их очень дорого продают в пачках чтоб кормить любые других насекомых но очень дорого 4 доллара за не знаю 5-6 или 7 крикетов мы можем бизнес тоже открыть у нас их так много вообще можно в ферму создать крикетов большой левел протеина люди их тоже в порошок стирают и добавляют шейкс не знаю тоже очень дорогой препарат мало-помалу убеждаю себя на новую на идею нового бизнеса сама зарекламирую скажу как и видите какой хороший крик и свой шейк или прямо глотну просто посмотрите какая она жест как она ноги ручки так складывает что-то у нас так как дождь лил сезон до сих пор там грязь но если пойдет поиграет мошка алька дождь митас ропе 10 минут сезон Немножко ветрено, но солнышко есть, чуточку витамина D получит. Сегодня, если не поленюсь, а я не ленивая, я могу их подстригу. Если я ленивая и не смогу подстричь, завтра сделаю, но до конца этого года я обещаю. Если так обещаю, не могу не стержать. Сегодня их подстригу точно. А то оба превратились как электроник, но не электроник, коврош, что-то в этом роде. Дети, которые не причёсаны, они даже не любят причёсываться, их нельзя причёсывать, жалуются. Жалуются и восстают. Что-то в этом роде. Быстро несколько вопросов прочту, отвечу, то есть пообщаемся. Не успеваю, мне очень трудно писать длинные комментарии, очень-очень. Вы не знаете, вы просто не представляете мой день. Окей, глаза стынут, будет гость. Так интересно, расскажите, пожалуйста, про эту примету. Я думала, все знают про эту примету, но, может быть, это армянская примета, это мы так говорим. Ну и вы знаете, когда глаза стынут, то есть смотришь в одну сторону, скажем, постоянно, несколько секунд, это значит, у вас будут гости. И это очень правильная примета. У нас всегда совпадает, или не знаю, однажды, быстро рассказываю, уже где-то 11.30 вечера, почти 12 часов, муж уже в халате, я уже в пижаме, глаза стыли. Говорю, ну кто придет в этот час? Руки, тесто складывала. И смотрю, вот там на кухне стояла, и смотрю, кто-то бьет в окошко, даже испугалась, здесь никто в гости без звонка не идет. И смотрю, незнакомая женщина, и по ее глазам узнала, что она меня очень любит. Кто-то, кого-то, я не знаю, я своих подписчиков иногда, когда на улице, в магазине где-то вижу, по им глазам уже узнаю, что они меня знают, я их не знаю. Но по их глазам я их тоже узнаю. И женщина так смотрит на меня, руками что-то объясняет, пошла, дверь открыла, и муж не знает, что к нам уже гостья пришла, так в халате очень довольный из себя вышел. Эта женщина говорит, я вас очень люблю, я ваша подписчица, я у вас купила ваши стаканчики, раньше и гокноц, и фартук тоже продавали. И фартук купила, я вас очень люблю, туда-сюда. И ваш адрес узнал от этих пачек. Проходили мимо, говорит, дочке сказала, я должна войти. И пошла в фото, увидела мужа, говорит, оператор, пожалуйста, сделайте снимок. Прямо в халате, он пижам, у него нету пижама. Вот так вот, оператор поснимал нас, с детьми поснимались. Всех, она, дети проходили. Ой, Лизинчан, тебя тоже люблю, ой, Лизинчан, и тебя люблю. Очень. Такая неожиданная, но глаза стынут, не зря они стынут. Вот так вот. Здесь спрашиваете, почему новые вещи в стирку? Это, наверное, насчет пижам детей. Пижама детей. Если они в магазине туда-сюда бросаются, не знаю, с какой фабрики они к нам доставлены, и запах у них как будто не очень такой, только что из стирки. И особенно пижамы всегда идут на стирку детей. Если я одежду не стираю, а уже взрослые, ну маленькие были, стирала потом. А пижама, я думаю, в пижаме, пижама должна быть очень чистым. Когда идешь в бед, в постель, постель должна быть очень чистой, ты должен быть очень чистым, чтобы чистые снились. Всегда пижамы мою. Пишет Галина Шалыгина. Эгина, дорогая, вдохновленная вами, я решила испечь хлеб. Никогда этого не делала. Есть в магазине. Никогда не сравните домашний хлеб с магазинным. Это раз. А сегодня решилась, и получился хлеб с первого раза. Я так рада и горда собой. Дочь, муж и соседки похвалили. Но корочка мягкая, не хрустящая. Буду экспериментировать с разными видами муки. А может, есть секрет. В общем, у меня появилось новое увлечение. Это увлечение болезни в хорошем смысле. Заражает хлеб. Спасибо вам. Сейчас смотрела ваше видео с подачей разных закусок на доске и на доске. Для меня очень неожиданно и интересно. Спасибо вам. Это сохранилось, чтобы сказать, что можно сделать хлеб, хороший хлеб, с первого раза. Уверена, вы это делали не с закваской, с дрожжами. Если сделаете закваской, точно у вас будет хрустящая корочка, если по этому рецепту сделаете. Наверное, разные хлеба, разные рецепты имеют разную корочку, разную консистенцию. Но самое главное, что начали. И не останавливайтесь. Если с первого раза получился хороший хлебушек, вы будете мастерицей. И те люди, женщины, дамы, госпожа, которые сомневаются или боятся, или не решаются испечь хлеб, потому что думают, о, в магазине есть. Нет. Магазинный хлеб – это магазинный хлеб. Там, что хотите, кладут, чтобы остался свежим, чтобы выпух, чтобы был очень белый мякиш, или как называется, и это нехорошо, потому что отбеливанную муку используют. Anyways, начинайте печь хлеб. Это вам принесет огромное не только удовлетворение, но отдых. Хлеб приносит отдых. Так что настраивайтесь и начинайте. Всем удачи. Эгина, расскажите, пожалуйста, про пенсии. Сколько люди у вас в Америке получают пенсию? А то в России говорят по телеканалам, что у вас все плохо в этом плане. Дорогая Елена, я не знаю про пенсии. Мы еще не в этом возрасте. Как перейдем? Здесь это так, если ты не в этом статусе, ты про это не интересуешься. Это тебя пока... Ты до этого пока еще не дошла. Но знаю, что пенсию получают, могут уже получать с 62 или с 63 лет, думаю. И, по-моему, у всех что-то разное. Почему дети такие трудные иногда? Говорит, хочу одеть босоножки. У него маленькие босоножки. Я когда смотрю на его ноги в этих босоножках, мне плакать хочется. Купила ему ботинки теплые, уютные. Говорю, одень теплые, уютные ботинки, иди в грязи. Поиграй. Говорит, нет, хочу свои эти самые босоножки, которые еле лезут в ногу. Окей. Про пенсию как-нибудь, если узнаю, расскажу. Честно, нету информации. Я стесняюсь спросить о посиделочке с женскими секретами, с кофейком. Если будут в этом году, а то, учитывая обстановку в мире, можем и не встретиться после. Если вы что-то знаете, пожалуйста, скажите. Честно скажу, я не ожидаю, что это будущий год, хотя я очень оптимистична по своей натуре. Но, думаю, этот год был журналом. Кино еще начнется. Поэтому, вместо того, чтобы думать, ох, прошло, больше ничего, я думаю, лучше думать, крепимся, стронгер. Начнем, как бы, с себя, конечно, надо начать, быть более сильной. Смотрите. Смотрите. Не знаю. Это красиво. Это очень красиво, я люблю. Маски нравится. Я думаю, что с собой готовилась. Да, мы просто ждем. Окей, что с собой готовость, если мы видим, надо будет. Anyways, хотела сказать, что надо крепиться. Но все будет хорошо. Время понадобится. Что случилось? Чара Шахман, как по-русски, можете сказать, переувеличивают? Нет. Не помним, но вы поняли. Пользуются случаем, так скажу. Anyway, сижу и представляю, как это брови туда-сюда выкинуть. Вчера. Это про вчерашнее видео. И спрашивали, Гена, вы в Америке работаете? Я сейчас работаю. Я когда у камеры, а за камерой человек с бровями туда-сюда кинутыми. Это наша работа. Это мы работаем и очень любим свою работу. Да, и мы в Америке. Значит так. О, про хлеб, когда говорила, хрустящая корочка еще создает пар в духовке. Если хотите, чтобы корочка была хрустящей, положите в духовку какую-то емкость, в которую потом можно будет кинуть или лед, или воду холодную, теплую. Не имеет значения какую-то, главное, чтобы пар создался. Или между первые 20-25 минут спреем можете как бы воду туда добавить в духовку, и корочка будет хрустящей. Это хотела обязательно сказать. Пожалуйста, ссылку на занятие йогой. Занимается ли Арам-йогой? Два раза его убедила. Первый раз ничего себе сделал. Второй раз уже забунтовал. Но думаю, к третьему разу уже соединится. Ай, в комьюнити уже ставила. По-моему, здесь даже, да, обратно вам ссылку послала. Многие спрашивали, давайте вместе позанимаемся, покажите, какие движения делаете. Всегда разные делаю. Я не йоги. Если это было моим, как бы, хотя бы, хотя каждый день почти делаю. Но думаю, это не мое упражняться и снимать. Не знаю, если почувствую, что это что-то, которое я могу правильно и, как бы, грамотно научить, может быть, когда-нибудь и это поснимаем. Но пока я это... Даже иногда инструктор что-то делает, а я совершенно другое делаю, потому что мое тело позволяет это. Или мое тело хочет не в ту сторону набинаться. Так что я больше слушаю свое тело, чем инструктора. Держалась, держалась и решила, будь что будет. Ни в коем случае не хочу вас обидеть. Поймите меня правильно. Вы такая обворожительная женщина, а я с удовольствием наблюдаю за вами. А сегодня даже видео смотреть не могу. Не дает ваша шуба. Середины 80-х прошлого века. Ну не ваша эта вещь. Вы какая критическая. Это просто смешно было, поэтому... Не смешно, не смею, смеюсь, но хороший комментарий из 70-х. Вещь, вы в ней свой шарм потеряли весь. Еще раз тысячу извинений. С наступающим и счастливого Нового года. Я вас тоже поздравляю, но этой шубе всего лишь 15 лет. Окей, мне из 80-х. И, по-моему, не очень плохая шуба. А вам плохая шуба? Нет, не такая уж совсем. Пожалуйста, в комментариях поддержите меня. Мою шубу совсем загнали вдаль. 15 лет назад решила и купила себе сразу 3 или 4 шубы за месяц. И все эти 3 шубы сейчас иногда одевают. Здесь не шубная погода. Даже критика была, ваша дочка веган, а вы шубу одеваете. Когда я эти шубы покупала, моей дочке было 4 годика, 6. Сколько ей лет? Anyways, она еще не знала, что такое веган. Эгина, скажите, поскольку вечером вы кушаете последний раз? У меня не получается не кушать поздно. Поправилась снова. Вы такая худенькая, здорово. Инга, Инга спрашивает. А я не смотрю на часы, когда хочу есть. Я иногда вспоминаю. О, а сегодня мы почти ничего не ели. Давай сядем и с мужем сидим. На часов глядеть не надо, когда поздно едите. Слушайте себя, свой организм. А если организм такой проказник, что полнеет от ночной еды, позанимайтесь йогой. Походите немножко утром, днем, чтобы калории вечера как бы уплелись. Так круто посыпаете рыбу перцем, что кушать ее не каждый сможет. Поэтому дети и не любят рыбу. Нет, мои дети не любят рыбу. С перцем, без перца. Я готовлю эту рыбу с минимальными специями. И мои дети и внуки очень любят ее кушать. Я вот очень надеюсь, что мои внуки хотя бы тоже полюбят кушать нормальную еду. Эти ели, когда маленькие были. Я им все давала. Но рыбу мясную никогда я не на... Когда маленькие были, почти им не давала мясное. Ну, бэби когда были. Сейчас бэби фуд есть мясные. Но все ели. Выросли и уже не знаю, в какую сторону пошли. Наверное, от телевизора. Нашла ответ. Закончили рулет. Такой сладкий, хороший. Но пересохла чуточку и сломалась. Когда закручивали. У меня здесь закваска выросла. Просить, чтобы я уже тесто сделала. Быстро делаю 2 порции. Делаю 6. 6. Делаю 12 хлебушек. На Новый год, когда едем к друзьям. Туда-сюда. И посылаю тоже. Не только с собой внесем. Но и как бы просто шлю хлеб друзьям. Так что... Сюда. А Рамджан. Я сейчас закончу. И должна блинчики сделать. Детям. Этот все любит. Особенно, когда на столе сидит. Аппетит у него разыгрывается. О, я обещала подстричь. Ага. Почему обещала? Сейчас планирую гримчики сделать. Тесто второе должна сделать. Что еще планировала? Начинку для посуды должна сделать. Хочу пожарить эти баклажаны. Может быть, баклажаны на завтра оставлю. И посмотрим. Что успею, то и сделаю. Окей. Эту игру надо открыть в холодильнике, запрятать. О, сикрой, хотела вам что-то показать. Завтра успею. Посмотрим. Красивую идею хочу показать для гостей. Но сейчас не скажу. Держу в секрете. Правильно, правильно. Премиум грейд заказала. Я 10 лет у них заказываю почти. Если не больше 10 лет. Еще на eBay магазины у нас были. А это было давно. Окей. Где нож положила? Держу в 12-й день. А, нет, это как-то аромат. Должно быть уже замороженным. Сухой лед там есть. В прошлый раз дети так обрадовались. В умывальник положили воду, когда вели. Такой дым-пар. Потом в комментариях прошла. Игина-чам, будьте осторожны. Сухой лед очень опасен. Но мы не трогали. Я чуточку дотронулась. Не знала, что это айс. Так что, все обошло. Сейчас побольше взяла. О, здесь написано. Говорят, будьте осторожны. Безглазны. Не касайтесь. Не касайтесь. Это у меня вид уже. Видно, что хороший будет. Один в морозильник, другой. За два дня мы с мужем справимся. В ссылках поставлю. У них очень много разнообразий. А это сухой лед у нас. Друзья, прийти. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали. Помните, да? Это как вижу... А я вспоминаю песню. Кам! Ой, айсберг! Это что? О, да! Это шорт. Крати! Не упорной! Это сохраним. Такой большой ящик. Понадобится, может быть. Первый раз заказала. Тоже на вкус очень хороший был. Но зернышки какие-то сломанные и мягкие были. Это, думаю, лучше будет. О, да. Бей! Он такой сладкоежка. Если это успеет растопиться, думаю, покажу то, что хотела показать. Это не надо есть. И, по-моему, надо отмораживать без этого, чтобы не прилипло. Это надо снять, потом уже отмораживать. О, да! Так. Так. До встречи! Продолжение следует...